МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Головном офисе Люфтганза заявили, что надеются вернуться к нормальному режиму работы своих авиалиний уже сегодня, поскольку Оверрайон Кокпит не объявила об еще одной дне забастовки. В профсоюзе же пообещали предупреждать о забастовке за 24 часа до ее начала. Впрочем, еще вчера пилоты называли воскресенье единственной днем передышки перед новыми стачками. Возможны новые протесты с требованием повысить пилотам зарплату на 20% за последние пять лет. Накануне руководство Люфтганза сделало новое предложение по зарплате. Компания предлагает увеличить оплату труда на 2,5% в 2016 году и еще на 2% в следующем. При этом компания предлагает пилотам пойти на уступки в вопросе пенсионных выплат. Профсоюз не принял предложение, заявив, что им пытаются продать старый товар под новой этикеткой. За четыре дня забастовки Люфтганза отменила тысячи рейсов, от чего пострадали сотни тысяч пассажиров. Это нанесло компании многомиллионные убытки и серьезный удар по репутации. Тем не менее, руководство заявляет, что не может выполнить требования пилотов, потому что это приведет к финансовому краху авиакомпании. Напомним, пилоты Люфтганза получают неплохую зарплату по сравнению с другими авиакомпаниями. В среднем летчик зарабатывает 180 тысяч евро. С бонусами и премиями доход пилота может составлять до 350 тысяч евро. Кроме того, пилоты имеют право выходить на пенсию в 55 лет. Набирает обороты скандал в спортивной среде Британии. Количество жертв сексуального насилия уже исчисляется сотнями. Бывший футболист Манчестер-Сити Дэвид Уайт признался, что в детстве также подвергся сексуальному насилию со стороны тренера Барри Беннелла. И это заявление стало уже четвертым громким обвинением сексуального характера в адрес бывшего наставника юных футболистов. О сексуальных домогательствах со стороны Беннелла также сообщили Энди Вудворд, Стив Уолтерс, Пол Стюарт, которые в конце 70-х, 80-х тренировались с Уайтом в одной спортивной школе в Манчестере. Причем бывшие футболисты утверждают, что такие эпизоды носят массовый характер. Поверьте, он такой не единственный, и это происходит не только в футболе, это проблема спорта в целом. Возможности доступа к детям в спорте больше, чем в обычной школе. 49-летний Уайт объяснил, что по ряду причин он хранил эту тайну от своей семьи и друзей, но обстоятельства заставили его раскрыть ее. Цитата «Я пришел к выводу, что действия Беннелла повлияли почти на каждое событие в моей жизни». Тренер был приговорен к 9 годам лишения свободы в 1998 году за сексуальные преступления в отношении 6 мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет, имена которых не назывались. В 2015-м Беннелл получил еще 2 года тюрьмы за изнасилование 12-летнего подопечного. Российские дети пишут письма Деду Морозу, а Роскомнадзор пишет письма российским детям. В серьезной государственной структуре не поленились составить единый образец обращения к сказочному щедрому деду. Детям теперь останется только заполнить пробелы в созданной форме. На странице в соцсетях надзорного ведомства было опубликовано письмо, в котором чиновники объясняют детям, что в своих просьбах подарить им подарок на Рождество и Новый год, написанных по неустановленному образцу, они часто указывают персональную информацию, которую не стоило бы никому сообщать. В частности, в письме говорится, с приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры. В предложенной форме письма не требуется указывать фамилию, отчество и домашний адрес. Зато Роскомнадзор считает нужным сообщить в письме Дедушке Морозу, где же вся семья маленького любителя подарков планирует провести новогодние каникулы. Дети Анжелины Джоли, которая еще переживает развод с Брэдом Питтом, называют друга семьи Джонни Деппа папой. Папарацци уже прознали, что голливудский актер Джонни Депп – частый гость в особняке Джоли в закрытой коммуне Хайден Хиллз. По данным прессы, актеры уже давно немного больше, чем друзья. И первые сведения об их романтических отношениях стали появляться еще в начале осени. Впервые о романе Джоли и Деппа заговорили после съемки фильма «Турист» в 2010 году. Тогда на экране Анжелина и Джонни слишком страстно целовались. Говорят, что разлад в семье Джоли и Питт начался как раз после тех съемок. Напомним, бракоразводный процесс между звездами голливудского кино Джоли и Питтом начался после заявления Анжелины о том, что Брэд Питт неоднократно занимался в семье рукоприкладством и в состоянии алкогольного опьянения избил старшего сына Мэддекса. Брэд Питт заявлял, что слова его бывшей жены не больше, чем выдумка. Против него ФБР проводили расследование, но дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Редактор субтитров А.Семкин